всем привет уважаемые зрители канала subi news я рад снова вас всех видеть уважаемые коллеги уважаемые единомышленники у нас наконец отдали цвет его не было практически вот до последнего часа и мы планировали сегодня два стрима до обеда сделать но к сожалению один так и не успели проблемы большие до сих пор остаются в украине с энергообеспечением но слава богу мы успели выйти хоть в один в эфир и у нас сегодня в гостях юрий шлипа здравствуйте юрий здрасте василий и мое поприветствую нашим зрителям слушателям и приветствую его евгения да и с нами евгений бестужев здравствуйте евгений леонардович здравствуйте василий здравствуйте юрий здравствуйте уважаемые зрители канала subi news слава украине рад снова быть с вами героем слава уважаемые зрители напишите пожалуйста все ли нормально звук видео все ли слышно все ли видно и заодно конечно будет интересно почитать откуда вы нас смотрите тоже если хотите напишите это пожалуйста мы с вами уважаемые друзья сегодня анонсировали темой разжигания ненависти которая происходит в российской федерации и это разжигание безусловно приобрело в последние дни катастрофический характер просто обвальный характер только ленивый там уже не пытается расчеловечить расчеловечить украинцев мы слышали буквально несколько заявлений знаковых людей самых ярких пособников режима все началось с красотского когда он в эфире который шел записи кстати сказал что украинских детей нужно топить там и все остальное и в избах жечь и конечно же потом некоторые его осудили но судя потому что запись это была запись на государственном канале безусловно редакционная политика данного канала имеет к этому отношения все было согласовано вслед за ним выступил кадыров который сказал что нужно стирать украину и города украины с лица земли и что собственно все это вранье что они там говорили про деноцификацию демилитаризацию он сказал что русские города это киев это одесса и все что не сдастся будет уничтожено и стерта с лица и вчера выступили еще два пропагандиста мардан например сказал что шахиды должны сыпаться как можно больше нога до головы хохлов как он выразился извините тогда дословно если вы хотите убедиться я сейчас брошу чат нашей трансляции ссылочку на это его высказывание и вчера же присоединился соловьев который сказал что харьков город харьков город в котором я 25 лет прожил нужно стереть опять же с лица земли я дам ссылочку и на это видят то есть пошло обвальное нагнетание ненависти уже не просто каким-то там нацистом или милитаристом а просто к украинцам уже открытым текстом заявляется что украина такое понятие как украина кто подписан на вадные ведущие паблики например в телеграме знают что в последний нарратив там у самых больших блогеров что государства украины нет нации украины нет что украинцы это испорченные русские что срочно нужно все русифицировать запретить украинскую литературу украинский язык в общем такого мрака не было даже самые реакционные года например николая первого когда запрещали украинские книги и это естественно происходит все не случайно и я хотел бы извините за долгое вступление просто несколько фактов было я хотел бы конечно поинтересоваться мнением наших уважаемых гостей что они думают по этому поводу для чего именно сейчас это все делается нигде не пожалуйста начнем с вас то что сейчас происходит на территории страны вот этого мордора который называется россией но я ее называю рэпи мордором чем-то еще к россии она не имеет никакого отношения она унаследовала все самое худшее что было от российской империи от советского прошлого это квитэссенция всего имперского всего мракобесного отстойного и вот сейчас это проросло конечно а пропаганда которая обрушилась на голову людей ну тех людей которые смотрят телевизор а у нас все смотрят телевизор особенно эти люди которые живут в неких поселках городского типа где ни город ни деревни перерыв между выпивками и во время выпивками они утыкаются в телевизор и видят как хорошо наши там стирают какие-то чужие города там каких-то показывают пушкину мать ведь это же круто нас боятся нас должны бояться правда когда их стали мобилизовывать мобилизовывать они куда-то побежали куда-то стали прятаться но об этом мы еще поговорим в этой передаче но с другой стороны вот тут уровень ненависти который нагнетается официальными сми нагнетается вот этой пропагандой в конце концов вот вот вся эта масса злобы эта масса еще вечности в конце концов она обернется против россии против того же русского народа и прежде всего против власти потому что сначала там они мучи устраивают погромы потом также будут убивать тех же представителей власти которые туда послали когда они получат своих денег не получат своих работ они их получат они поймут что воевали ни за что показали в тюрьме представьте какова их будет реакция сейчас люди просто не отдают отчет в том что происходит сознание их отравлено людей превратили в зомби и это касается не столько народа который занимается своим делом не связан с властью и старается разойтись как с этим государством краями еще много таких которые говорят нас это не касается пока повестка военкомат не пришла но таких уже становится меньше люди начинают задумываться но что касается людей связанных каким-то образом с этой властью которые получают от государства деньги это чиновники это руководитель бюджетной организации они действительно верят во весь этот бред мне приходилось последнее время поиски им пообщаться вот буквально вчера я поговорил в отца с одним вологодским чиновником раньше был нормальный вроде человек даже неплохих из таких среднедемократических взглядов несет такой пурбуш что дальше не куда какой это лексикон да и самое главное вот он повторяет то же самое что озвучила симоньян либо мы победим либо мы превратили превратим всех ядерный пепел и это пишут либо мы это самое навешиваем пиндоса мы снесем дословно говорить снесем хохляндию либо мы все превратимся в ядерный пепел на что я ему ответил никакого ядерного пепла не будет а вы не спрашивали почему это уже 14 года не происходило до 14 года не происходило что случае я могу сказать году я могу сказать удивительное дело извините что так перебил даже после 14 года это не происходило это почему-то стало происходить после 24 февраля этого года казалось бы люди должны ужаснуться этот маньяк это существо рептилоидное он же совсем потерял разум он повел открытую войну не только против украины это война против международного права против цивилизованного мира вообще против всего цивилизованного миропорядка против человечества почему они ему руки-то сзади не скрутили более того они наоборот становятся такими же как он они повторяют его риторику они стараются быть сопричастны к его преступлениям вот это мне просто непонятно это загадка да юрий ваше мнение почему именно сейчас в эту неделю пошло такое нагнетание истерии по поводу ненависти к людям ненависти к людям которые являются украине ну то есть пытаются из людей сделать уже не людей там почему именно сейчас это от бессилия или что это такое если кратко это от того что российско-фашистские захватчики терпят поражение на фронте а если чуть чуть поподробнее то сейчас это очень хорошо я лично вот как доктор который наблюдает за состоянием больного по палате доволен результатами потому что болезнь вскрылась причина болезни и что самое главное русский рейх кристаллизируется вот пошла кристаллизация русского рейха русский рейх становится правдивым то есть все что заявлялось от пропагандона красовского до ублюдка и конченого мерзавца кадырова это правда они раскрыли и рассказали свои истинные искренние намерения и вот это действительно настоящая искренная россия истинная россия вот россия показывает таким образом свое лицо это в это очень вот для вот для меня как как для доктора да еще повторю занимается исследованиями в сфере российского пространства что там происходит внутри и в обществе и в коридорах власти то это как раз таки показатели истинности искренности вот именно такая россия и есть а до этого все что было начиная с девяносто первого года после распада совка ну даже давайте вот возьмем тот этап когда советский союз уже потерпел свое экзистциальное поражение в третьей мировой холодной войне и пошла горбачевская перестройка и оттепель так называемая вот они и одели коммуняки фашисты кагабисты и бандиты вот этот весь имперский конгломерат фашистский маску демократии что они якобы демократические что а и полезно еще идиоты на западе которые вообще россию никогда не изучали ну просто нули я василий потом на маленьком канале субиню сделал обязательно разбор как западные эксперты охарактеризовали россии чтобы смат посмотрели и наши зрители-слушители поставили ему уверенную двойку вот пытались на навязать такой ложный тезис как европа от лиссабона до владивостока но бред полный когда не смотря на то что россия исторически вот имперская начиная с московия ивана грозного это всегда был враг европы и всегда у россии вот но на протяжении как минимум последних ну уж точно 400 лет существует такой вот принцип что они живут за счет европы да с одной стороны из другой они с этой европы воюют вот чем и заключается подлость и циничность российского фашизма то есть то что они умеют для большинства наших зрителей ну нам как специалистов понятно что они маскируются но вот для большинства общественности для людей которых не сведущие которые не знают что такое россия вот теперь они как говорится убеждаются да то что россия умеет очень хорошо маскироваться причем на протяжении десятилетий и потом когда нужно для нее она сбрасывает маску и становится истинно до показывать свои стены вот сейчас очень важно еще раз повторю момент для всех наших зрителей слушателей я это абсолютно серьезно говорю то что россия показала свое истинное лицо а и вот по поводу всего прочего смотрите еще раз я с 2014 года как только началась аннексия крыма в россии интернет все помнит я говорю о том что у пляшева обнулено что но это давно еще обнулено обнулен с обнуленцем не был я тогда говорил так что у российского военно-политического руководства существуют планы по уничтожению всей украины путина нужна вся украина легенда деноцификации так называемая практическом контексте и потом же еще российские специальные пропагандисты через его но новости которые пишут активные мероприятия вот специально активными приятиях статьях они и и расшифровали и в практическом контексте подошли такой деноцификации по-путински это ведение агрессивной войны до последнего украинца до тех пор пока украинцы не будут уничтожены потому что в кремле еще раз повторяю читал уже металлички появились и для военных и так далее у меня уже все достаточное количество различных доказательств я сейчас книгу кстати скоро должна выйти я думаю к первому антироссийском форум выйдет моя под названием четвертая мировая гибридная война ведение в реальность и вот там я со ссылкой на их же материалы и фактические обстоятельства обосновываю что деноцификация это ведение войны до последний потому что они не видят не путин и все остальные они считают что и кадыров и прочее они считают что нет украинцев нету их такой нации вообще не существует и как государство украины тоже не существует что есть какие-то там южно-южно эти самые русско-юго-западные сепаратисты которые что-то там возомнили и хотят от российской империи отделиться вот таково их понимание безусловно украинцы существуют это и есть настоящие русские с одной буквы с и это нация гораздо древнее той нации которая говорит что украинцы не существуют но дело даже не в этом но например такой нации как американцы не существует но никому и в голову не придет отказывать американцам существование собственного государства поэтому это безусловно политика подлых политика мрази которые пользуются своей ядерной силой пытаются стереть с лица соседние страны соседние народы соседние государства вне зависимости от того что например чисто исторически и коренное население беларуси коренное население тем более украина гораздо древнее чем коренное население московских балут. Дело не в этом. Дело в том, что, как вы думаете, друзья, понимает ли Запад, что вот это монстровозное образование, которое сейчас прямо плещет кровью из Кремля, оно по сути своей может быть даже хуже, но во всяком случае уже практически сравнялось с тем, что творили немецкие гитлеровские нацисты, что это действительно раковая опухоль, что она стирает города с лица земли. Между прочим, немецкие нацисты, они не стирали города родственных себе народов, там каких-нибудь скандинавов или голландцев, да, с другими соседями, да, они, конечно, были жестоки, но именно к родственным народам они были более-менее лояльны. Но дело даже не в этом. Дело в том, что они не стирали, вот как Мариуполь, города с лица земли просто так. И в любом случае, конечно, на сортах дерьма мы не будем разбираться, и то, и то является дерьмом, но тут вопрос абсолютного понимания. Понимает ли Запад, с кем он имеет дело, понимает ли он, что нужно все усилия приложить для того, чтобы уничтожить эту фашистскую гадину в его логове? Пришло ли уже понимание к Западу, по вашему мнению, этого? И насколько повлияет на это понимание вот эти вот высказывания людоедские, людей, о которых я говорил вначале? Евгений, пожалуйста. Это понимание растет, но, к сожалению, оно еще не на том должном уровне, на каком должно быть. Но это понимание приходит. Приходит постепенно, к сожалению, медленно. По-настоящему это понимание придет тогда, когда Запад поймет, что оставаться в стране нельзя, что ленд-лизом ограничиваться нельзя, что это война не только Украины, что это война против цивилизованного мира. Да он уже это понял и понял то, что Украина сейчас защищает Европу, защищает вообще весь цивилизованный миропорядок. Вот мы сейчас говорили только что о нации, если украинцы это и есть настоящие русские, украинцы это политическая нация. Украина сложилась как политическая нация и сложилась она вот после 2014 года. Помогла ей в этом Россия, которая совершила агрессию, особенно сейчас. Украинцы сплотились. А вот такой нации, как россияне, так называемой, такой нации нет. Потому что у нас нет граждан, у нас нет гражданского общества. Ведь политическая нация есть только там, где есть граждане. У нас граждан нет. Бирванные рабы, убойный спот, вот это стадо баранов, которые либо маршируют по мобилизационным предписаниям на убой, либо скачут, как зайцы, в направлении грузинской границы. Вместо того, чтобы мобилизоваться, взять оружие, убивать комсостав и идти на Кремль. Что им мешает? Организуйтесь, ребята. Но общество российское, оно глубоко не солидарно. Каждый пытается что-то там, в одиночку, куда-то, где-то кинуть один другого. Как-то откосить. Мимо него, чтобы все это пронесло. Ну, очень трудно это сделать. Мы пытались в течение 20 лет заниматься развитием гражданского общества в России. Но сейчас все вот те зачатки, которые там были, власти угроблены. Потому что всякая политическая активность стала подавляться с начала нулевых годов. Что касается Запада, Запад фактически в то время не делал ничего, чтобы пресечь возрождение путинского тоталитаризма, вот этого вставания с колен. Он мог бы обрушить путинский режим очень просто. То он сейчас, в принципе, это сделать может. Надо просто перестать бояться, наконец. Надо включаться в войну. Включаться в войну. Да, возможно применение ядерного оружия. Возможно. Но это не будет какой-то глобальной катастрофой. Почему-то некоторые думают, все мы погибнем, все мы превратимся в ядерное пепло. Никакого пепла не будет. Возможен прорыв единичных ракет и взрыв единичных бомб. Да, погибнут миллионы людей. Я не спорю. Но мириться с путинским государством, это значит ставить мир на грани уничтожения. В свое время политолог Рассел, такой известный британский, он читал лекции в Лондонском университете, это было конец 70-х годов, когда коммунизм наступал, свободный мир терпел положение везде, от Вьетнама до Латины и до Юго-Востоя и до Африки. Касровский режим взял подряд на продвижение коммунизма в Третьем мире, и тогда вот этот Рассел заявил, лучше быть красным, чем мертвым, и готовиться к капитуляции, сдаться большевикам. До того дела доходило. Лишь бы не было войны, лишь бы там не умереть от ядерного взрыва. Но тогда Советский Союз придерживался довольно миролюбивой риторики. Ядерное оружие – это оружие сдерживания, его ни в коем случае нельзя применять. Потом, даже на позднем своем этапе, я не помню, это было Прибрежневе, по-моему, еще, да, по-моему, Прибрежневе взял на себя обязательство не применять ядерное оружие первое. Какая разница по сравнению с тем, что происходит сейчас? Либо мы снесем Украину, либо мы поставим пиндосов там, говорят, в позицию определенную, и они будут нас слушаться. Либо весь мир будет играть по нашим правилам, либо мы все превратимся в ядерное бедо, взаимное уничтожение. А не с Гокмутом и в рай подвести. Так вот, никакого взаимного уничтожения не будет. Вернее, уничтожение будет, только оно не будет взаимным. Уничтожена будет вот эта Рашистская Федерация. И то Запад не ответит ядерным ударам по новой доктрине, они вполне могут справиться высокоточным оружием. Но только при этом Путин и его пункты, его сатрафы должны понимать. Сейчас за все, что они сделали, их ждет хатабельная камера в Гагской тюрьме. Если они применят ядерное оружие, то моратории на смертную казнь действовать не будут. Это, ребята, повешение на Болотной площади. Все, других вариантов нет. Мое мнение такое. Друзья, я вам напоминаю, что вы можете писать свои комментарии, задавать свои вопросы участникам программы, что успеем, озвучим в обязательном порядке. Это помощь каналу, это суперчат и ссылка, которая находится в описании. Мы нуждаемся в солнечных панелях, потому что работать практически невозможно. По полдня не бывает. Света, я хотел бы у Юрия спросить, Юрий, Запад, Запад, все-таки, как вы думаете, догадывается ли он об истинном лице руководителей Мордора, а о том, с кем он имеет дело, насколько это отношение меняется в последнее время? Ну, если бы Запад действительно бы искренне, истинно, скажем так, догадывался и полностью понимал картину, именно вскрыл и понимал ценностно-смысловую картину Пляшевца и его окружение, то он бы давным-давно бы его уничтожил. Я не понимаю, что мешает Западу при наличии преимущества во всем, в ракетной сфере более чем в 20 раз, в космической, в воздушной, во флоте, ну и так далее, но уничтожить Пляшевца в однократном высокоточном ударе. Тем более Запад постоянно мониторит обстановку. У них огромные технические возможности для того, чтобы знать и следить за Пляшевцем в режиме 24 на 7. Вот почему, еще раз повторяю, вот главный вопрос, почему он и его чешкейская фашистская банда до сих пор еще не уничтожили. Да, молодцы, собственно говоря, США уничтожают международных террористов. Ну, послушайте, какой-то там старый генерал, которого в Афганистане там высокоточной ракетой замочили, и вот еще на днях какого-то иранского полковника, который отвечал за поставку дронов в Украину, тоже замочили. Но это же такая несуществительная мелочевка, они в сотни раз представляют меньше угрозы для международного мира и международной безопасности, чем лишил обновленных. Поэтому давно уже по-разному замочить. А что касается применения тактического ядерного оружия, точнее, ядерного оружия оперативного или тактического уровня, то смотрите, вот то, что сейчас происходит, я уже вчера об этом высказывался, это активные мероприятия, которые направлены в информационно-психологическую операцию, а точнее даже как вот юристы сейчас называют акт информационного насилия. Важно, сейчас в юридической науке уже новая дефиниция появилась, появляется в связи с российской пропагандой. То есть, это просто для того, чтобы запугать и украинское общество, и мировое, типа, если Украина будет и дальше продолжать освобождать Херсон, это и такое посыл идет этой информационно-психологической операции, то мы вот, мол, мы применим грязную бум. Но это сейчас то, что они говорят, блефуют, и поэтому не стоит и выеденного яйца абсолютно то, что они говорят. Почему? Потому что даже если бы они, условно говоря, хотели бы применить, то у Соединенных Штатов Америки есть все технические возможности для того, чтобы следить перемещение российского технического либо тактического либо оперативного уровня ядерных боезарядов, и они бы уже давным-давно бы сообщили, и был бы другой разговор. И потом, действительно, на что мы должны молиться? И просить Соединенных Штатов Америки. Это реализовать их военно-стратегическую доктрину «Быстрый глобальный удар» БГУ. Я считаю, вот БГУ это для меня просто суд. И вообще для всех нас. БГУ США. Потому что, еще раз повторюсь, учитывая, понимаете, в чем вопрос, сейчас важную роль играет в победе, конечно же, не ядерное оружие. Ядерное оружие, оно может просто грязно, извини, за выражение пергнуть, загрязнить экологию на долгие годы, ну, то есть, окружаешься еду и все. А Соединенные Штаты Америки превосходят Россию не только в количественном ракетном потенциале, но еще и в качестве. То есть, у них гиперзвуковые, более высокоточные, значит, более сильные, более мощные ракеты и так далее. Во всем. Я так упрощаю, говорю, что на самом деле место будет. Поэтому смотрите, сценарий следующий. Если Плешевец и намерен будет применить в Украине тактическое либо оперативное ядерное оружие, то тогда оно должно быть уничтожено. Соединенные Штаты Америки, вот, кстати, генерал Бен Ходжиш вчера он об этом говорил на канале у Марка Фегина и до этого непосредственно в Украине, причем в момент развертывания. А вот, если Плешевец пойдет дальше, условно говоря, попытается нанести какой-то там ракетный удар, в том числе с применением тактического ядерного оружия по базам НАТО, как нам это уже было сказано, то понятно про ИДЖИС, противоракетная оборона ИДЖИС идет в Штаты Америки. Это, кстати, глобальная про Москвы, но Евгений знает это, только очень узенький, скажем так, круг юристов знают противоракетная система про Москву. То есть, у России противоракетная оборона АМУР-135 только в Москве. Все, больше у них нету про. А у Соединенных Штатов Америки глобальная про ИДЖИС. Поэтому, естественно, эти ракеты, они будут перехвачены, тем более уровень приведения войск боевой готовности НАТО в Европе какой сейчас? Дисконт 2. То есть, это один из наивысших. Самый наивысший это Дисконт 1, то есть, уже как тогда, когда вот ядерная война, можно сказать, началась. Так что, это свидетельство о том, что эти ракеты будут перехвачены и сразу же Полешевец получит мощнейший быстрый глобальный удар, ну, как минимум, там, около 12 тысяч ракет сразу же приприземляться. Будут уничтожены группировки российско-фашистских захватчиков на временно оккупированных территориях вместе с потешным Черноморским флотом. Ну, и потом, соответственно, они уничтожат и выведут основной костяк стратегических ядерных сил, ракеты такого класса, как ЯРС, которые находятся в Тейковой Ивановской области, будет уничтожен Северодвинский ракетно-ядерный испытательный полигон, там ядерные ракеты до статистического назначения Шакнова базирования находятся, в Плесецкой будет уничтожен, космодрома Плесецкая, Восточная уничтожена, там, Шайковка, вот эта, авиабаза, потом, в Саратове будет уничтожена, Горденгис, точнее, аэропорт, потом в Кап-Яре уничтожен, в Капустном Яре уничтожен, полигон, ну, что мы будем говорить, в США и так все эти объекты есть, они их знают, то есть мгновенно будет все это дело уничтожено, ну, и тогда, соответственно, нужно будет переходить уже к реализации Василия-Стратегии 7D, сейчас я их постараюсь вспомнить, это де-милитаризация, де-нуклеаризация, де-путинизация, де-фашизация, де-коммунизация, да, у нас что еще, по-моему, да, де-советизация, да, де-советизация, да, и де-дебилизация, де-дебилизация пост-Россия, как вот Василий придумал, да, де-дебилизация пост-российского пространства, все тогда уже России не будет, потому что вот этот пляшевый мессия, понимаете, это действительно вот такой некий стержень, который всю вот эту Российскую Федерацию скрепливает, выкинет вот это тонкобольного пляшевого стержня, и вся эта федерация, она просто посыпется, как она уже сыпалась, вон, в девяносто первом году, и на протяжении девяностых, когда Татарстан, вот буквально через год после распада Сапка, там провели референдум, более 60% жителей Татарстана высказались за самостоятельность своего государства, то есть нужно спасать сейчас что? Коренные народы, которые находятся внутри Мордора и государства, вот какой должен быть вопрос, а империю нужно уничтожить, и что касается русских, я еще раз, вот почему Евгений говорит, они бегут, одни, значит, бегут убивать украинцев, которых они не знают, о которых абсолютно ничего плохого не сделали, идут другим народам навязывать свой фашизм и свое рабство, а следующие, вот другая категория, они убегают от могилизации, это о чем говорит? О том, что русские это не народ, еще раз повторяю, их нужно рассматривать только в контексте этноса, потому что у них внутри Российской Федерации нет своего республики, нет своих символов государственности, там нет русского флага, гимна, герба, нет русской конституции, то есть у них внутри России еще ничего нет, это просто некий этнос, который объединяет русским языком, но и тут еще можно, кстати, я думаю, вот ветвь в московскую патриархату, православную ветвь именно московскую патриархату, вот такое у них специфическое, синкретическое, я называю, так сказать, многие теологи, они абсолютно правильно называют синкретическое православие, то есть слепленное, искусственное, там где во многом Всевышний подменяется земным человеком, то есть помазанникам, императорами там подменялся потом генсеками при Совке, и вот сейчас вот Пляшевая Мессия, она тоже, то есть вот там Всевышний подменен у них в московском православии Пляшевая Мессия, вот, поэтому русские еще, это не нация, это просто этнос, это вот свидетельство о том, что, ну, смотрите, если бы там было бы действительно гражданское общество, как в других странах, там быстро бы забрали, сказали, что, чего он нападает, чужие страны бомбит, он совершает кучу преступлений, мы за него хуже стали жить, нас с санкциями обложили, да там бы, ну, я думаю, он бы и недели бы не продержался, там, если бы это еще раз повторяю, было бы национальное государство, там был бы парламент, точнее, парламенте присутствовала оппозиция, там сами бы внутренние силы бы инициировали бы этой бы пришивой миссии импичмент, отстранили бы, осудили бы, то есть там бы само государство, оно бы имело бы механизмы самоочищения, а здесь нет никаких абсолютно механизмов самоочистения, здесь просто кристальный фашизм. Друзья, уважаемые зрители, я вам напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, я, пожалуй, зачитаю один из них, который пришел к нам в чат. Татьяна Гречухина спрашивает, неужели всем миром не могут уничтожить плешивого, ну, естественно, могут, а вот выгодно ли, поняли ли ваше мнение, Евгений, пожалуйста. Большинство людей уже поняли. Запад, прежде всего Европа, они рассчитывали получать нефть, энергоресурсы какие-то, хотя и понимали, что они сидят на этой нефтяной иблее, и надо как-то с перспективы с этой зависимости снизать, но это была такая отдаленная перспектива, рассуждали так, надо бы, это, конечно, нехорошо, но пока мы не можем, ставили личное благополучие, свой уют, свой комфорт выше безопасности. Сейчас, наконец, вот это стала Российская Федерация, Российская Федерация не гипотетическая угроза, а угрозы вполне реальные. Пришло понимание того, что спокойной, благополучной жизни все равно пришел конец, либо нужно, мы больны раком, планета больна раком, и это раковые опухоли России, и уже идут метастазы по всему миру, если раковую опухоли не удалить, то, понятно, чем это, ничем хорошим это не закончится, исход будет летальным, поэтому нужно как бы это удалять. есть еще, конечно, такие, которые пытаются как-то надеяться на то, что само рассосется, но все-таки само не рассосется, и я думаю, что так или иначе Запад будет в это дело более, то есть вот эти жеватники, которые сейчас хотят навешивать пиндосом, поймут, куда их бросили, к чему их привели и что они вот из-за этого получили, и они снесут режим. Ну, такое в истории России было, помните, столетняя давность, 17-й год, тоже не рассчитывали в феврале 17-го, что режим падет. Перенский 20 февраля 17-го года выступал на каком-то революционном собрании, и он в своем докладе говорил, что царизм не сокрушим, кругом ватники, говоря современным языком 50 лет ничего не будет никаких перемен, нужно уходить в глубокое подполье, неделю империю разнесло, ее не стало Российской империей, и снесли ее вооруженные дезертиры, которые бежали с оружием с фронта, фактически. Так может произойти и сейчас. Все-таки люди как-то могут саморганизовываться, даже люди, живущие в этой стране, даже такие разобщенные. Это возможно, но это не лучший вариант. Второй вариант это вариант табакерки или вариант русской валькирии, когда Плешилово трохнут свои. Такое возможно, но маловероятно, но возможно, но это не решит главную проблему. Нам нужно не Путина сносить, Кащая, с трона, а нам нужно ломать трон Кащая, сносить трон. Нам нужно уничтожать не режим, а систему, политическую систему, которой много веков, саму парадигму, порочную российской государственности. Только тогда мы сможем развиваться как цивилизованное общество. Я все-таки считаю, что должно быть сочетание двух факторов. Это быстрый глобальный удар внешний и внутреннее сопротивление и его развитие. Нужно работать с населением, работать с теми же мобилизантами. Вместо мобилизации объявить гражданскую мобилизацию антипутинскую, направленную на освобождение не на уничтожение Украины и ее народа, а направленную на освобождение своей страны от гнета вот этой путинской пункты, которая убивает прежде всего русский народ, превращая его в зомби, превращая его в нацию убийц, вернее даже в не нацию, в какое-то непонятное сообщество. Это даже не ворки, это непонятно кто. и уничтожает остальной мир. Вот когда это произойдет, тогда, я думаю, будет все нормально. Но дальше приходится думать о том, что делать с этой территорией, с этим народом, с этим населением, которое живет на этой территории, этого Мордора путинского. Вот я пока не вижу каких-то путей развития. Скорее всего, это не будет сохранение государства в рамках этой границы, не должно, наверное, быть. Это будет не только национальные республики, не только народы, малые там или средние будут отделяться, но это даже русские территории, они будут каким-то образом разделяться. Это будет Сибирская, может быть, республика, это будет наша Ингерманландия, у нас очень сильно на северо-западе движение за самостоятельность, по крайней мере, в рамках такой конфедерации, не отдельного государства. Но почему бы не быть Ингерманландией? Вполне возможно. Что будет с Восточной Пруссией, тоже непонятно, но я думаю, она также вернется в Европу. Волнует сейчас меня, конечно, как и многих живущих в России, бежавших из России, такой вопрос. Вот победит Украины уже никто не сомневает. Не сомневается даже вот этот пляшивый. Оттого он так истерит, оттого он хочет уничтожать украинскую нацию. Сейчас он уже заявил, что идет священная война. Не он заявил, а устами своих пропагандонов. Где сатанизация Украины уже та? До чего они дошли? Надо, дадут до такого. Священная война против Украины и против западного мира. Они заявили, что мы воюем с НАТО, а не с Украиной. НАТО еще не приехало на войну, а они уже с НАТО воюют. Это получается, когда они получали лунг-лис во время Второй мировой войны, считали, что американцы не воюют, воюем мы американским оружием. А сейчас вот они воюют с НАТО. Все перевернуты. Вот. Так у нас волнует вопрос. Вот Украина победит. Вся территория будет свободна до границы 91-го года. Ну, а что дальше? Что с Мордором-то делать? Оградить его там колючей проволокой железной занавесом и так далее? Пусть там все выгнивает? Ну, не только это негуманно может быть всем нормальным людям, которые там останутся, но это будет даже не Северная Корея, это будет гораздо страшнее. Это локализация раковой опухоли, постоянная угроза метастаза. Более того, допустим, что получается? Путинские вояки погуляли по буфету, я имею в виду, Украину, а сейчас все, мы ушли и там заплатили компенсации свидания? Нет, такого не должно быть. Во-первых, жизни человеческие, скольких людей они убили в Украине, поколечили, там, женщин, детей, это никакими компенсациями, никакими деньгами не компенсируется. За это можно отвечать жизнью. И военно-политическое руководство этой страны должно быть осуждено. Дальнейшая их жизнь должна проходить где-то там, в клетке, где-то, ну, по крайней мере, они должны быть в изоляции от общества в конце дней своих. Иного не дано просто. Вот. Друзья, я хотел бы все-таки повторить вопрос от Татьяны Гречухиной для Юрия. Юрий, ну, этот вопрос можно разделить на две части. Он звучит как неужели всем миром не могут уничтожить плешивого. Я спрошу два вопроса, разделим на два вопроса этот один вопрос. Первое, могут или не могут? И если, второе, если могут, то почему не делают? Могут и не хотят, а не делают, потому что, к величайшему сожалению, еще на Западе, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки, да не только, но и на коллективную, но и в умах военно-политического руководства коллективного Запада пока еще не сформирована, скажем так, адекватная позиция о том, что нужно именно уничтожить плешивца. Потому что, действительно, обратите внимание на общие части уголовных кодексов фактически всех стран мира. Там существует такая норма под названием крайняя необходимость. не является, я сейчас постараюсь кратко перефразировать, не является совершенным преступлением. То преступление, если оно, это преступление, малое, точнее, если это преступление предотвращает совершение большего преступления. Вот. То есть, иными словами, если убить одного, скажем так, или даже 20 мерзопакостных подонков, из-за которых ежедневно погибают там от примерно 500 и больше человека, я имею в виду, это в том числе и российских военных, потому что мы смотрим на сводки генштаба вот сегодня, ну, правда, не так много их уничтожили, где-то 470 вот в сутки и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, гибнет и мирное население от вот этих дистанционных ракетных ударов. Поэтому уж лучше, как говорится, уничтожить маленькую, мелкую группу подонков, которые начали эту преступную террористическую войну, чем ждать, пока эти подонки будут продолжать уничтожать абсолютно невиновных людей из граждан Украины, которые эту войну не начинали и которые находятся в состоянии вынужденной обороны от российской агрессии. Поэтому еще это просто вопрос времени. А в остальном я считаю именно, что нам нужно ждать впереди и как делать с Мордором. Ну, первое, я уже разработал свою авторскую методику и неоднократно презентовал, на вашем канале говорил, смотреть всем внимательно сводки генерального штаба вооруженных сил Украины о потерях живой силы российско-фашистских захватчиков. Они, как уже показала практика, максимально точны и объективны. И когда генеральный штаб вооруженных сил Украины нам сообщит о том, что уничтожено 200 тысяч российско-фашистских захватчиков, тогда эта цифра будет свидетельствовать о двух факторах. И первое, я лично считаю, о том, что эта империалистическая война, она фактически как по Ленину, перетещет в войну внутреннюю, туда уйдет Запоребник, то есть мы им эту войну внутреннюю туда засунем. Ну и второй фактор это то, что Украина, конечно же, освободится в пределах своих международно признанных границ по состоянию на 19 февраля 2014 года. Вот. И потом уже там Запоребриком пусть они сами захлебываются этой своей внутренней войной. Я единственное могу сказать, что внутренняя война, которая будет проходить Запоребриком, она будет более жестокой, кровопролитной, агрессивной, повлечет, но значительно больше жертв, чем империотическая война на территории Украины и других стран, которые осуществляют российско-фашистские захватчики. Мы с вами начинали разговор о том, что сейчас пошла волна расчеловечивания в российском обществе со стороны их, так называемых лидеров мнений. Идет уничтожение такого понятия, как украинцы, уничтожение такого понятия, будто бы украинцы люди, и что есть государство под названием Украина. Это сейчас изо всех там холодильниковый утюгов летит и слышится. Но мы с вами понимаем, что нам-то все равно, там, чего они говорят, но российское общество калечится таким способом. Люди делают просто моральными и духовными калеками, и немногие, наверное, из них, вернее, многие из них не смогут быть подвержены лечению. Я хотел бы у вас, друзья, в завершение спросить еще, как вы считаете, что и как может народоначеляющая Россию вылечить, что должно произойти. Евгений, пожалуйста. Я думаю, что рецепты вот такого излечения от нацизма есть. Ну, как бы, есть уже врачебная практика лечения таких болезней. то, что Россия является нацистским государством, помните, мы в прошлой передаче этот вопрос обсуждали, является она нацистским или нет. Я думаю, сейчас этот вопрос уже отпад. Все стало понятно. Да, нацизм, это, пожалуй, вы до сих пор думаете, что там больше фашизма, чем нацизма? Значит, Российская Федерация это классический фашизм. Почему? Потому что если мы говорим о нацизме, то нацизм это там, где какая-то нация пытается превалировать, я сейчас кратко объясню, вот, где какая-то нация пытается превалировать, доминировать, мастерскую. Например, Германия, применительно Германии, да, там одна нация, это немцы, она пыталась захватить Европу, весь мир и так далее. А что такое Российская Федерация? Там нации нет, подсчитайте, откройте преамбулу к их российской конституции. Что там есть нация русскоговорящая, как в Германии немецкоговорящая австрийца, например. Это нацистский русский мир, Юрий, все правильно. Нет, секундочку, секундочку. Пускай Евгений продолжает, потом еще. Да, потому что, то есть, иными словами, я просто хочу, что Россия это классический фашизм. Ну вот, мнения опять до сих пор продолжают разделяться. Евгений, слава богу, убедился, что это классический нацизм. Сейчас не в определении их дела. Юрий пока еще не убедился. Наверное, нужно, чтобы, наверное, нужно, чтобы они в открытую заявили о том, что русский мир это бога избранный народ, а все другие должны быть предотвижены уничтожением. Так и есть, это еще духовный нацизм. Извините, Евгений, продолжайте, Юрию дадим слово, пожалуйста. Евгений, продолжайте. Вы остановились на том, что все уже убедились, что это нацистское государство. Далее. Что это террористическое государство? Мы видим заявление ПАСЕ, мы видим, какие решения приняли парламенты многих стран, в частности, всех балтийских стран. Россия признана террористическим государством. Как относиться, вот как промывать мозги этому населению? Ну, это вот сейчас мы должны понять, как относиться к населению этой страны. то ли они заложники, захваченные террористами, то ли они обслуга террористов. Я думаю, и то, и другое. Разные люди. Но в целом, конечно, людям надо будет потом промывать мозги, как это было в Германии после ее поражения во Второй мировой войне. Как проходила деноцификация Германии? Мы понем, что там процентов 90 в 45-м году, где-то 45-го года поддерживали нацистов. Если бы где-то осенью 45-го года в Германии прошли свободные выборы, то, наверное, победила бы перестроившаяся НСДП. В Германии, насколько я помню, до 49-го года не было никаких выборов. Было внешнее управление, занимались деноцификацией, занимались вот этим промыванием мозгов, показывали концлагеря немцам, которые удивлялись, а мы ничего не знали, нам пропаганда говорила совсем о другом. Думали, что евреев там в Города Солнца куда-то отправляют на Мадагаскар. То же самое проходило в Японии. Генерал МакАртур очень долго занимался искоренением вот этого имперского духа самураев, свойственного японской нации. В результате японцы стали нормальной, цивилизованной, вполне себе прозападной такой страной со своим колоритом восточным. Вот точно то же самое нужно сделать и в России. Другого не дано. И еще один момент. Наш народ, вот этот, ну не наш, вот это сообщество ватное, жители Мордора, скажем так, для них очень много значит телевизор. Это люди телевизора. Так вот, кто культ от телевизора в руки получит, тот и будет формировать сознание этих людей. Это тоже очень важно. И мне кажется, что процесс изменения общественного сознания произойдет очень быстро. Другое дело, политическая культура формирование гражданской нации будет проходить очень долго. Тем более, опять, какой же нации непонятно. Я не думаю, что Россия сохранится в прежних границах. Будет несколько государств. Но я думаю, что это будут демократические государства, европейские ориентации, с развитым гражданским обществом. Но, разумеется, это будет не так скоро. Мы еще должны победить войне. Победить войну в Украине и победить и... Нет, еще раз повторяю, эта война не должна, здесь я не согласен с Юрием, закончиться на украинских границах. Она может закончиться только в Кремле. Только в бункере Путина. Потому что, если мы не победим... Тем более, мы имеем исторические примеры. То Мордор не остановится. Допустим, выкинем расистов за пределы границ Украины 1991 года. Когда они отойдут на год, на полтора, соберутся с силами, мобилизуют еще, новых людей создадут еще много оружия и снова бросятся, они не остановятся. Они не успокоятся. То есть, пока мы не снесем вот эту политическую систему, причем, как я уже говорю, не режим, а вот до основания, эта раковая опухоль никуда не денется. Ее нужно ликвидировать. Юрий, ваше мнение все-таки, как вправить обратно искалеченные мозги вот этого общества, которому говорят, что целых стран, целых народов не существует и что именно они самые-самые великие, а остальные все погулять вышли. Что делать? Что должно произойти? Рассказываю, у дефашизации существует несколько этапов. Вот сейчас первый этап дефашизации, который производит Украина, это только, как я об этом постоянно говорю, все очень просто. уничтожение российско-фашистских захватчиков как можно больше. И вот поэтому я еще с 24 февраля, как только началась широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины, вывел формулу, которую часто повторяю, что чем больше и быстрее силы обороны Украины будут уничтожать российско-фашистских захватчиков, тем более будет усугубляться имеющийся раскол между пляшивцем и различными силовыми группировками, и тем скорее пляшивец будет уничтожен собственными силовиками. Вот запомните и запишите эту формулу, вот ей нужно следовать. Вот, потом, да, и таким образом первый этап дефашизации это только еще раз, то есть ликвидация российско-фашистских захватчиков, потому что те, кто сюда приехал убивать украинцев добровольно, особенно идеологически, по собственному желанию, они только заслуживают смерти. И таких нужно только физически ликвидировать. Все, это террористы, шахиды, вот, и только еще раз, повторяю, нужно физически, да, это такая форма русского фашизма, особо опасная, поэтому они должны быть как можно быстрее физически ликвидированы, это первое. Второе, я просто не договорил об окончании этой войны, просто Украина, здесь, к сожалению, тоже в Украине Россию надлежащим образом не изучают. Поэтому, вот я почему сейчас упираюсь именно в цифры, и это цифры, это показатели для нас всех, наших зрителей, слушателей, какие за этими цифрами последуют процессы. Помните, я говорил, вот в этой книге еще с апреля 2021 года, за год и восемь месяцев, нужно уничтожить на первом этапе, там, 33 страница, можете ее бесплатно скачать, она потом, когда на моем канале будет это видео выложено в описании по ссылочке, перейдите, скачайте. 50 тысяч кадровых российско-фашистских захватчиков нужно уничтожить. Уничтожили, посыпался фронт, пляшевец, опс, могилизацию. Дальше, следующая цифра, 200 тысяч российско-фашистских захватчиков. Что это такое? Это загонка этой империалистической войны вовнутрь. Украина умывает руки, и пусть они сами друг друга там убивают. Но, если потом военно-политическое руководство Украины решит, и там образуется внутри Мордора какая-то, даже не то, что проукраинская сила, а та, которая будет как-то нам выгодна, понимаете, тут следующий уже этап, то, конечно же, силы обороны Украины могут присоединиться и решить там вопрос. Но, смотрите, я еще следующее хочу сказать, что контуры будущего построссийского пространства, очень важная мысль, они формируются здесь уже внутри Украины. Пять батальонов Чеченской республики Ичкерия, которые сейчас воюют за независимость Украины и Ичкерия. Полк имени Костуся Калиновского и отряд погоня, это будущие вооруженные силы республики Беларусь. И вот когда эта война туда перетечет Запоребрик во внутреннюю войну, тогда, соответственно, вооруженные силы Чеченской республики Ичкерия отправятся во временно оккупированную Ичкерию, будут там восстанавливать конституционный порядок. То есть, чеченский народ сам разберется и и кадыровцев и прочих всех коллаборантов, кто предал, они сами разберутся, накажут, выдадут украинского правосудия, тех подонков, которые совершали здесь преступления. Соответственно, белорусские вооруженные силы пойдут в Беларусь, там восстановят свой конституционный порядок, тем более, с 96-го года Лукашенко нелегитимный президент, потому что он при поддержке Москвы совершил государственный переворот. Ну, а дальше что? Дальше что? именно проигрыша, то тут, конечно, уже должна быть на пост российском пространстве. Я уже неоднократно говорю, вот моя публикация очень кратенькое название, после Путина. Конечно же, необходимо временное установление, посмотрите, давайте так, переформатирование Совета Безопасности ООН, в России там уже не будет к тому времени, вместо России в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, с так называемым правом ветром, если еще право ветром сохранится, займет Украина, изменится конфигурация Клуба Держав, который появляется постоянным членом постоянных членов Совета Безопасности, то есть, это Украина, Соединенные Штаты, Великобритания, и, возможно, к ним примкнут другие страны, это Польша и, соответственно, страны Валси. И вот эти страны, они будут иметь право решающего голоса на будущих международных временных переходных администрациях, сформированных на построссийском пространстве. То есть, подождите, еще раз, на построссийском пространстве после поражения Русского рейха в 4-й мировой гибридновании должны быть сформированы построссийское пространство. А как вы хотите вылечить рецидив преступности, если вот по нашим, например, скромным оценкам Международная Ассоциация Института национальной политике то, что я там и мои коллеги этим упорно занимались там в составлении различных санкционных списков и всего прочего. В международно признанных границах России и на временно оккупированных территориях бывает как минимум 3 миллиона различных военных, государственных и прочих преступников. Вот как включить вот эти миллионы, куда их девать? Правильно? Их же надо тоже пропускать через фильтрацию. А что для этого нужно? Правильно, ответ есть. У нас все ответы имеются. Это временное международное переходное правосудие. И вот через горнило, да, это потребуется как минимум 10 лет, но нужно через горнило международного переходного правосудия их прогнать всех, отосудить. Возможно, придется нам восстановить и ГУЛАГи, да, то есть даже не то, что ГУЛАГи, я так подполагаю, что произойдет изменение, то есть выпустится из России политзаключенный и прочие, кто сидит, потому что в России огромное количество людей, я сам там много лет занимался правозащитной и юридической практикой, защищал, в том числе и людей, которых обвиняли в совершении различных преступлений, я знаю, что в России как минимум 80% вообще то есть придется этих людей оттуда выпускать, а вот и всех реальных преступников, которые ФСБ, Следственный комитет, судебные приставы, Песгвардия и так далее, то есть их придется туда сажать на долгие сроки и они должны сидеть, чтобы оттуда не выйти уже под контролем международной переходной администрации, то есть их, вот сейчас важно, что их должно судить будет международное сообщество, потому что а кто их будет судить? Сами же россияне, ну послушайте, ну как бандит сам себя судит, это же глупости, естественно, вот к чему нужно стремиться и вот что, собственно говоря, нас ожидает, потому что я же кто как юрист сейчас занимается новым направлением стратегической развиткой будущего, и поверьте, на самом деле все так оно и будет, просто нам в этом направлении нужно работать, это огромный труд, но тем не менее, а иного не дано, иначе мы так не победим российский фашизм, и самое главное, что российская агрессия против Украины в широком экзистенциональном смысле закончится только после вступления в силу международного уголовного, приговора международного уголовного в отношении Путина и его чешкиско-фашистской АПГ и российско-фашистских захватчиков, иного не дано. Уважаемые зрители, я вам напомню, что у нас... Я полностью согласен, Юрий, с вами. Если можно, хотел бы познакомиться с вашими материалами, потому что это очень важно, я тоже работаю над проектом реформирования, вот как изменить построссийское пространство будущего. Хотелось бы с вами как-то взаимодействовать на эту тему. Юрий, микрофон. Спасибо. Я думаю, да, мы с вами на первом антироссийском форуме по взаимодействию. Ну и потом после эфира я вам пришлю ссылочку, почитайте, конечно, ознакомитесь. Спасибо. Уважаемые зрители, я вам напоминаю, что в 18.00 у нас информационный стрим. Буду рад всех вас видеть. там, заходите, пожалуйста. И, конечно же, я благодарю наших сегодняшних уважаемых коллег, это Юрий Юрьевич Шлипа и Евгений Леонардович Бестужев за участие в нашей программе. Если вы хотите, уважаемые зрители, помочь в стабильной работе нашего канала, мы собираем на солнечные батареи, у нас проблемы с электроэнергией, поэтому, пожалуйста, все реквизиты, ссылки будут в описании, в первом прикрепленном комментарии. Мы будем благодарны вам за то, что вы поддерживаете нашу работу. Всем всего доброго, друзья, всего хорошего. Всем скорейшей победы и слава Украине. До свидания. Героям слава. Слава Украине. Героям слава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова